Насколько и в чём на текущий момент мы отстаём от графики выполнения работ? Мы не отстаём. Наоборот, мы идём даже с опережением графика. То, что мы не вышли на площадку, это ни о чём. Можно выйти, и за три месяца всё построить. Потому что сложнее всего подготовить вот это всё. Взять документацию. Например, документация на самолёты А380 несколькими странами, Франции, Великобритании, Германии, создавалась 12 лет. На это было затрачено 10 миллиардов евро. А мы создаём документацию на не менее сложные вещи, ну, в течение года полутора. В чём не то, что отстаём, а есть как бы задержки, это финансирование. Потому что работа КБ, она расширяется, ну, предприятие наше, у нас недостаточно кадров. Такие сложные системы, там сотней специалистов не делается. Мы будем расширяться и дальше. И нам уже четырёх этажей недостаточно для работы. Поэтому сюда надо увеличивать затраты, расходы. Так, мы должны сейчас покупать сложные программы. Мы работаем на более простых, но скоро понадобятся уже серьёзные программы. Проектно-экоступовский расчёт. На некоторых из них там стоит по сотне тысяч долларов. Одна программа на одно рабочее место. Мы скоро получим землю и выйдем на площадку. И мы уже должны начинать сейчас размещать заказы на поставку оборудования, элементов, материалов и так далее. И уже сейчас надо платить за это деньги. Вот, допустим, взять дверь Юнибуса. Например, ЗИЛ за всю историю своего существования ни разу не сделал нормальную дверь. Неважно, какой ЗИЛ. Грузовой или не грузовой. Она почему-то у них никогда не закрывалась с первого раза. Неудивительно, потому что дверь – это самый сложный узел у машин. Один из самых сложных узлов. Поэтому, если мы захочем делать с вами дверь, то лет пять, десяток миллионов долларов мы на это потратим. Это не нужно делать. У нас дверь должна отличаться только обводами, размерами, формой. А вся электроника, механика. Есть производители, хорошие производители, НИЗИЛ. А есть и в Германии, и даже в Чехии, в других странах, в Франции. Мы с ними тоже ведем сейчас переписку. И мы даем наши обводы дверей, нашу форму, размеры. И они свою механику, электронику вставляют как надо в нашу дверь. И поставляют готовые. Но когда мы к ним приходим и говорим, вы это нам сделаете, говорят, да нет проблем, ну, нам надо аванс заплатить так, тысячи сто долларов, то, что надо кое-что доработать, подработать. И это оправданно, потому что нам надо, чтобы самим сделать, надо миллионы долларов вложить, а потом лет пять сертифицировать это. А они все сертифицированы. И это касается любого оборудования. Даже если мы будем двигатель внутреннего сгорания использовать, там, с автоматической коробкой передачи, нам его никто не даст. Потому что у нас другие крутящие моменты, обороты, другая нагрузка и другая связь между коробкой передач автоматической и двигателем. Потому что другие массогабаритные характеристики нашего транспорта средства. И ни один производитель, ни один производитель не отдаст нам этот двигатель и коробку передач, потому что скажет, вы плохо покажете, у вас это не заработает, и вы нас опорочите. Поэтому мы готовы для вас доработать. Ну, заплатите так авансик в миллион долларов. Ну, я условно говорю, где-то утрирую, но иногда и больше говорят. Заплатите, как талис, пять миллионов долларов. Поэтому нам нужны вот это финансирование в полном объеме, чтобы не отставать от графика. Потому что с наукой у нас все хорошо, с технологией все нормально, с каратуризмом все нормально, вот с инвестированием не совсем как бы отстаем. И это не наша вина. Мы не инвесторы, мы разработчики. И я инвестицией не занимаюсь. У нас есть партнеры, инвестиционные компании, которые взяли на себя функции финансировать проект. У меня просьба, как-то повышайте свою активность, эффективность работы. Иначе будет действительно отставание. Без должного финансирования и за сто лет не сделано. И все деньги идут в песок. Накладные расходы. На то, чтобы поддерживать штаны, не более того, понимаете? Ну, я уверен, что у нас будет все нормально. Потому что у нас уже есть серьезные потенциальные заказчики. У нас есть уже потенциально крупные инвесторы, готовы вложить там порядка 50 миллионов долларов. Но нужны еще пройти некоторые этапы, в том числе выйти на площадку, иметь землю, ну, чтобы это состоялось. Поэтому, я думаю, с этим у нас проблем не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок